Ой, поехали. Базированное видео, которое мы уже второй раз, наверное, смотрим. Маргинал оправдывает науку перед верой. Добрый день, и сегодня мы поговорим о том, как уделать атеиста за пять минут. Первое, что надо сделать, это надо удивить атеиста. Просто признайте, что да, возможно, Бога нет. Я готов отказаться от этой концепции, если ты мне предложишь что-то лучшее. Ну вот, Бога нет. Вот тебе лучшая концепция нет. Вспомните, Коперник. Чел, короче, смотри, короче, смотри. Бога нет, можно в церковь не ходить, время на это не тратить, соответственно. Можно кушать сколько хочешь, можно трахаться сколько хочешь, с кем хочешь, когда угодно. Жене можно изменять, если хочешь, например. И жена тебя может изменять, если захочет, тоже, например. Что еще можно делать, что еще? Свингер-пати устраивать можно, например. Драться можно, например. Ярость можно испытывать, например. Ну, убивать, воровать все равно нельзя, потому что закон накажет. Ну и хорошо, пусть так и будет. И тебя никто не убьет, тебя никто, ну, может быть и убьет, конечно, но закон сдерживает, чтобы тебя никто не убил, ну и ты никого не убивал. Пойдет. С ограблением то же самое. Так, что еще? Что еще? Что еще там в христианстве? Лгать можешь сколько хочешь, ну, только не в суде. Можешь лгать людям, ничего не изменится. А если ты еще и во благо будешь лгать, так вообще можешь себя добродетельным человеком считать в этом плане. А не то, что все эти христиане, которые врут и считают себя при этом злодеями. Вот. Может, короче, не париться по поводу огромного количества моральных ограничений, которые накладывает на тебя христианство. Охуя-хуенно. Просто мега-класс. Я, честно говоря, вообще не понимаю атеистов, которые не верят в Бога, и при этом придерживаются всего набора христианских вот этих вот добродетелей. Я просто в принципе не понимаю, потому что, по-моему, в этом и заключается суть. Освободиться от христианства, чтобы христианская этика не налагала на тебя кринжовые ограничения. Там есть нормальные ограничения, типа не уби, не укради, да. А, блядь, а вот не выжелай жены своего соседа, да пошел ты нахуй, как говорится. Ну вот если Бога нет, идите к черту. Хочу и желаю. Хочу и желаю. Все. Жену своего соседа. Вот захочу и пожелаю. Мне приятно желать жену своего соседа. В чем проблема? Вот захочу жену соседа. Вот подкачу к жене соседа. Она мне даст или не даст? Я не знаю. Так вот именно, что как бы христианство изменилось, христианство изменилось, христианство плюс-минус ушло-не ушло, ну не все христиане сейчас. А люди, они все еще продолжают быть, продолжают оставаться носителями христианской морали. И это на самом деле самое-самое-самое-самое-самое странное. Ну даст и даст. Я готов на такие риски, допустим. Допустим, я готов. Готов получить по лицу от соседа. Какие проблемы, боже мой. Он же не только критиковал геоцентрическую модель мира, но он предложил нечто лучшее, нечто более обоснованное. Поэтому... Ну по факту не совсем. Для своего времени прям вообще не совсем. В этом и заключалась проблема, что концепция Коперника на первых этапах была хуже обоснована и хуже работала. Ты атеист. Ты утверждаешь, что Бога нет, предложи что-то лучше. Что ты можешь предложить взамен? Ну вот, все что угодно. Освобождение от христианских ограничений моральных. Ну хоть какое-то объяснение. Не знаю, как появился мир, как появился... А, объяснение какое-то? Ну бери научное, оно вроде ничего. Я не сторонник научного объяснения. Я скорее, знаете, антисиентист. Ну вы знаете, что я антисиентист. Я критически к этому отношусь. Но научное объяснение, оно неплохое. Оно вполне конкурентоспособно. Соответственно, да. Человек хочет что-то. И как только атеист за это схватится, считайте, что он проиграл. Почему? Дело в том, что атеисты в подавляющем большинстве случаев не являются учеными. Они просто некомпетентны. И чё? Ну ты тоже не являешься батюшкой, я полагаю. И ты тоже не являешься епископом, например. И вряд ли ты закончил духовную семинарию. Я не буду отсылаться на чужие слова. Сами они ничего... Ты тоже ссылаешься на чужие слова, готов поспорить. Они проверяли. Есть целый набор физических постоянных. Не, ну это правда, это правда. Это, кстати, вот уже способ сомневаться в науке. Да, это наш путь к сомнению в рамках науки. Потому что даже сами ученые друг друга не особо могут проверить. Кто из вас атеисты хоть одну из этих постоянных проверял ее значение? Да, вам может очень повезти, если вам попадется целый кандидат наук, который является атеистом. Но он кандидат каких-то конкретных наук. Например, биологии. Да, в биологии он что-то... Ну, верующие, конечно, проверяют все постоянные. Ну, все физические постоянные вселенные. Ну, дело не в том, что проблема заключается в том, что верующие абсолютно так же относятся к религии, как он сейчас описал отношение, так скажем, атеиста к науке. Он проверял астрофизику. Точно так же, например, великий ученый Стивен Хокинг, он не был биологом, и у него не хватало научной компетенции, чтобы проверить все... Эй, Хокинг, какая хинка, блядь? Ты проверял нахуй биологию? Ну вот и не пиздите, блядь. Выводы современной биологии... Не, ну, по факту, потому что... Проблема заключается даже в том, что сами биологи друг друга проверить по большей части не могут. Есть какие-то маленькие секты людей, которые занимаются конкретными темами, но эти маленькие секты внутри одной даже дисциплины вынуждены друг другу доверять. И не факт, что никто там не ошибается, на самом деле. Ну, окей. То есть, атеист, когда опирается на науку, он опирается на чужие слова, на чужие... Ну, верующий тоже. ...выводы, сам он их не проверял. И это важно, обратите внимание атеиста на это. А почему важно? Да все просто, дело в том, что наука очень часто ошибается. Ну, окей. Вспомните, была ошибочная геоцентрическая модель. Наука не просто очень часто ошибается, основным свойством науки является то, что она ошибается. Основным свойством науки является то, что она ошибается. А ученые об этом знают? Ну, просто, вероятно... Я не знаю, как понимать эту совокупность высказываний. Основным свойством науки является то, что она ошибается. Это бы значило, что... Ну, если мы наукой генетику называем, то значит, что генетика ошибается, потому что ее основное свойство ошибаться. Значит, генетика ложная наука, да, получается. Значит, все ссылки маргинала на генетику, это полная хуйня, потому что генетика 100% ошибается, потому что ее основное свойство ошибаться, получается, да. Что еще дальше? Ну, эволюционизм явно ошибается, согласно такой логике. Ммм... Вот. Ну, все, тогда эволюционизма, видимо, нет, потому что основное свойство науки ошибаться, следовательно, эволюционисты ошибаются, то есть маргинал сказал хуйню. Блядь, она бы не была наукой, если бы не отвергались постоянно всякие теории и гипотезы из прошлого, не опровергались и не изменялись. А, ну вот здесь пометку сделал. А если наука дойдет до такого уровня, что больше не будут выдвигаться гипотезы и теории, допустим. Ну, например, все, теория эволюции, все, она в лучшем случае будет только дорабатываться дальше. И она не изменится. Это значит, что биология не наука? Ну, например. Ну, потому что мы, по-моему, сейчас дошли до такого уровня, когда теории в рамках биологии, ну, такие вот фундаментальные, типа теории эволюции, они больше не заменяются, по крайней мере, основательно. Соответственно, основным свойством теории эволюции, ну, вообще в биологии, не является замена теории, следовательно, согласно вот такому определению, которое маргинал сейчас дал, биология не является наукой. Как-то так. Неожиданно. Есть новая. Эльмира, ее заменили на гелиоцентрическое. Была гипотеза, надо сказать, что в эволюционном процессе есть такая проблема, а, блядь, люди умирают. Типа, да, да, есть такая проблема. Из-за теплорода ее потом отменили. Был, например, такой закон Геккеля, да, вы наверняка видели такую картинку с зародышами, которую нынешняя биология отвергает. Да что там, даже Нобелевскую премию вручали по ошибке. Казалось бы, это уже верх науки, где должны все перепроверять, но, тем не менее, был такой ученый, Йоханнес Фибегер, который исследовал причины появления рака, пришел к каким-то выводам. За эти выводы его наградили Нобелевской премией. И только после его смерти вскрылось, что он неправильно анализировал свои собственные же опыты. Понимаете? То есть научное сообщество не в состоянии было отследить и перепроверить его выводы. А что уж говорить о мошенничестве нау... В смысле, научное сообщество не в состоянии было проверить его выводы, если ты сам говоришь, что они были опровергнуты. Ну да. Здесь косяк, маргинал правильно подчеркнул. Именно. То есть кто-то, блядь, отследил и проверил все-таки? Или они церковью были опровергнуты? Я просто понять не могу. Науки, которые сегодня всплывают все чаще и чаще. Я приведу только один пример. Юсики Сасаи в 2014 году. Это японский доктор. Какие-то оскорбления? Доктор наук. Его группа научная вела исследование стволовых гусары, блядь, леток. Пришла к определенным выводам, опубликовала статью в самом престижном... Эй, Юсики! Сасаи! ...древнейшем научном журнале Nature. И только спустя некоторое время после публикации казалось, что выводы были фальсифицированы. И когда разразился этот скандал, Юсики Сасаи как... Так, по-моему, сами в кавычках ученые, ну, социологи, видимо, да, выяснили, что процентов 40-50 статей, которые вообще печатаются в рамках всего этого академического сообщества, они являются как бы ложными, блядь. Заведомо ложными, где просто авторы пишут статьи по приколу. Просто по приколу. И никакие эксперименты даже не проводят. Ну, или проводят эксперименты, но указывают неправильные данные. И проблема заключается в том, что в современной науке кризис перепроверяемости, ну, то есть, вы не можете перепроверить все статьи, которые... Ну, все результаты всех статей, которые сейчас вот появляются. Науки, так скажем, в кавычках, ну, вообще академической деятельности слишком много. Как начальник научной группы, для того, чтобы защитить честь своего института, покончил с собой, повесился в лаборатории на шнуре. Осуждаем суицид. Разумеется, далеко не все ученые, которых ловили на какой-либо фальсификации, кончают с собой. Но, тем не менее, даже такое уже случается. Это случается в наши дни. Так вопрос, атеист, если ты пытаешься прикрываться наукой, которую сам не проверял, как ты можешь быть уверен, что она не ошибается? По большому счету, ты доверяешь дядькам, которые носят смешные черные ночнушки, да? Фишка науки в том, что она в любом случае ошибается. Ну, маргинал следовало бы сказать об этом всем ученым и самому себе на самом деле, потому что он часто прибегает к околонаучным аргументам, но тогда получается, если наука всегда ошибается, то все аргументы маргинала, которые опираются на науку, они являются ошибочными. Например, когда маргинал определяет в качестве зиготы человека, когда он говорит, что зигота человек, он опирается на науку в данном случае. Следовательно, эта посылка ложна, потому что наука всегда ошибается. Потому что зигота это не человек получается, в соответствии. Почему? Потому что наука всегда ошибается, а наука утверждает, что зигота человек, маргинал проебал. Ладно. Ну и так по всем вопросам. Генетический детерминизм его ебаный, и вообще все, что здесь рядом обитает, все идет нахуй. Все мейнстримные научные теории и гипотезы, которые содержатся в учебниках сейчас, будут в будущем так же опровергнуты, как были опровергнуты все теории, которые были раньше. Он уверен. По-моему, 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 никто из современных ученых, ну мало кто из современных ученых так считает, по крайней мере, в адрес теории эволюции той же. Ну да ладно. Одна за другой. Наука в этом заключается, блядь. Ну хуй его знает на самом деле. Вообще еще вопрос будет заключаться в том, а когда вообще появилась так называемая наука, 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 да, как таковая, и если мы, например, будем говорить о каком-нибудь веке, так это 20-м неожиданно, да, потому что на самом деле реально очень многоуровневое, сложное научное сообщество появляется в начале 20-го века где-то, в конце 19-го, в начале 20-го. Вот с тех пор не то, чтобы сильно много теорий изменилось во многих дисциплинах, но, например, теория эволюции, она, конечно, ну, так скажем, эволюционировала в определенную теорию другую, синтетическую, ну, и после этого она фундаментально не менялась. То есть, если до 19-го века действительно были разные представления о том, как животные вообще появились и что с ними было, то сейчас биология, она вполне моногенна, так скажем. Не, просто так-то получается довольно странно, потому что мы на самом деле, не знаю, мы можем науку отсчитывать с очень разных мест. Ну, просто потому что определения разные, определения разные, поэтому можем с разных мест отсчитывать. В общем, далеко не всегда это опровержение представляет из себя дополнение какое-нибудь, да? Ну, допустим. Иногда это просто вот совсем-совсем опровержение. Это нормально. Академическая одежда. Ты доверяешь их словам не в состоянии проверить точность их выводов, потому что у тебя не хватает научной компетенции. Проблема может заключаться в том, что ученым самим не хватает компетенции, так скажем, для того, чтобы сделать достоверные выводы, потому что большинство ученых, насколько я вот это вот все наблюдаю, у них у всех наблюдается одна единственная колоссальная ошибка, когда они вообще хоть что-то делают. Они не взводят, они, конечно, не взводят, а возвышают неполную индукцию, неполную индукцию до уровня, ну, какого-то достоверного вывода. Это пиздец. Нет, на самом деле довольно плохо, потому что это прям база, да, то есть неполная индукция, выводы из неполной индукции всегда вероятностные. Заметьте, в доказательстве теории эволюции той же самой, когда ее всякие Марковы и прочие прекрасные люди перечисляют, они используют только аргументы, состоящие из индуктивных посылок, при этом эти индуктивные посылки всегда носят неполный характер, соответственно, да, и люди говорят, что это точные доказательства эволюции, хотя это неполная индукция всегда, поэтому любой человек по логике здесь бы, нормальный, адекватный человек сказал, что мы здесь имеем вероятностный вывод, то есть, ну, возможно, эволюция была, возможно, эволюция не была, но всякие Марковы и прочие замечательные ребята, там, Панчин и Дробышевский настаивают на том, что она действительно была, хотя логически это неправильный вывод, ну, то есть, и может быть, и может очень сильно хотеться, чтобы она была на самом деле, но все же надо смириться с тем, что индуктивных данных для окончательного вердикта недостаточно. Вот. Как-то так. Ну, это вот проблема реализма вообще, как, значит, философской такой школы мысли, в том, что для реалистов принципиально важно, чтобы наука отражала реальность. Ну, для подавляющего большинства ученых важно, чтобы наука отражала реальность. Я даже вряд ли назову такого ученого, даже если мы очень широко термин наука будем брать, очень широко, если прям мега широко возьмем термин наука, прям вот, блядь, супер-супер широко, включая гуманитарные дисциплины даже, и технические, и все остальные. То есть, если наука не отражает реальность, ну, большинство людей, они очень сильно разочаруются в науке тогда. В том числе, на мой взгляд, да, мы когда составляем определение науки, нам надо не просто заниматься нашими философскими спекуляциями, и здесь хуйня какой-то страдать, да, нам нужно учитывать также еще и резоны научного сообщества как такового, хоть в каком-то виде. Ну, просто назвать рандомно наукой любую хуйню, которую тебе захочется назвать, это, конечно, прикольно, и это можно делать непротиворечиво, и красиво, и классно, но, к сожалению, это будет не очень, не очень хорошо, и мало кто это примет. Всякие нереалистические определения науки, их просто большинство людей нахуй пошлет, к сожалению. Вот. Поэтому тут надо как-то немножко потоньше подходить, чтобы и ученым угодить, и быть достаточно последовательным, и философию науки учитывать при этом, и споры внутри этой философии науки учитывать. То есть здесь вот какое-то вот такое вот одновременно испытание на несколько, ну, в общем-то, на несколько довольно разных сообществ у нас происходит. Потому что, ну, наука, ну, на самом деле никакой науки-то нет, ну, вот, физически, это не то, что можно потрогать. Вот. Возможно, эволюция была, и, возможно, орел упадет решкой, скорее разные. То есть в одном случае у нас гносиологическая возможность, а в другом случае у нас ситуационная возможность. То есть в первом случае мы не знаем, верна ли наша теория или нет, во втором случае, ну, орел упадет решкой, орел не упадет решкой. Здесь слово вероятность, возможность используется в двух, несколько разных смыслах. квартамасса вы правильно их разделили. Вот. Вот. Да, тахаха, это правда, это одна из основных проблем, но просто тут, во-первых, важно подчеркнуть, да, что у нас нету такого предмета, как наука. Вот у меня есть, например, селфи-палка, селфи-палка, вот я могу указать на него, вот это селфи-палка, на науку я также указать не могу. Вот. Потому что наука, она не происходит предметно, она происходит абстрактно, да, это некий абстрактный, абстрактный объект в нашем сознании получается. Мы эту науку, так скажем, придумываем у себя в голове и обозначаем что-то наукой, и у нас возникает, опять же, такая ментальная структура, которую мы пытаемся различить, там, науку, это наука, это не наука, это псевдонаука, это протонаука. В общем-то, такие ментальные игры у нас появляются, да, и все же, все же хотелось бы, чтобы та ментальная игра в рамках философии науки, а наука это ничто на самом деле, это наша выдумка очевидная, да, все же была, сколько-нибудь последовательно, сколь-нибудь основательно, и сколь-нибудь, ну, как бы, ну, давала нам хоть какие-то позитивные представления о происходящем в рамках некоторого сообщества. Итак, действительно, действительно, вы правы, что обывателям важнее полезность наук, чем познавательность, только проблема будет заключаться в том, что из всего спектра наук колоссального, реальную какую-то пользу, даже в косвенном виде, приносит меньшинство из них. Привет, Данил Верков. Вот, вот, как бы, берем все гуманитарные, там от них пользы, вот реальные пользы, типа, ну, очень мало, но при этом, но при этом, но при этом, ну, монгол есть такой, да, но при этом познавательную функцию они выполняют. Вот. Тут как-то вот такое вот, понимаете, в чем дело? Да и в целом, не всякая физическая теория потенциально пользу может принести. Я почти уверен, что всякие фундаментальные теории, которые сейчас, может быть, как-то с практикой увязываются, они изначально не были особо практичны, потому что основной резон исследований, как минимум, да, вот фундаментальных, по крайней мере, это именно познание, а все остальное, ну, как бы дополнение уже к этому. Если из вашего опознания получилось что-то практичное, ну, охуенно, поздравляю, вы молодцы. Только это, как бы вам сказать, знаете, вторичный продукт. То есть, вот, главное топать ножкой и говорить, оно настоящее, как в рекламе ММДМС, типа, Санта-Клаус. Тут опять же все зависит от того, как мы определим науку и с какого конца зайдем. Ну, например, когда я говорю, что наука и практика не связаны так тесно, как люди себе представляют, конечно же, речь идет не о том определении, согласно которому наука это все, что дает плоды и пользу. Понимаете, в чем дело? Ну, очевидно, что в моем случае я разделяю науку и практику в таком случае. Вот слово употребление. Наука для меня это исключительно создание теорий всевозможных, фундаментальных, да, а, собственно, практика это вообще отдельная категория, которая с наукой связана сейчас только в головах людей по преимуществу. Ну, и может быть, какими-то стимулами позитивными, да, теоретики вырабатывают позитивные стимулы, вот, позитивные стимулы вырабатывают, а, соответственно, практики уже на базе этих позитивных стимулов иногда что-то хорошее создают, а иногда не создают, соответственно, как-то у меня вот так вот эта картина складывается, да, то есть между наукой и практикой есть большая разница, их тесная связка мне не видится обоснованной, но если вы действительно называете науку практикой, ну, я здесь, короче, просто такой руками размахиваю, ну, мы разными определениями пользуемся, окей, вы просто хотите сказать, что практика практична, ну, окей, заебись, хорошо, действительно, практика практична, они настоящие, а теория теоретична, блядь, и пёснулся, короче, в оморок, нахуй, то есть вот очень важно, чтобы, блядь, ну, настоящие, тут еще важно учитывать генеалогический аргумент, в том плане, что, что соответственно, да, мы получаем настоящие результаты, подавляющее большинство ученых, людей, которые занимались наукой, были реалистами, и остаются ими, вот подавляющее большинство, прям мега-мега-мега подавляющее большинство, прям супер-мега подавляющее большинство, блядь, а это нихуя не значит, что это реальное, настоящее, истина, Просто не имеет никакого значения. Я с вами более-менее согласен, что вот так вот науку куда удобнее определять. То есть наука, она прежде всего про то, что какие бы пассы движения, телодвижения, блядь, вокализации ты не производил, если эти твои телодвижения приводят в конечном итоге к тому, к некой теоретической базе, на основе которой можно создать технологию... Мне кажется, проблема заключается в том, что технологии основываются на, собственно, самих феноменах. На методе проб и ошибок, на усложнение разных практик и так далее, так далее, так далее, а не на каких-то там теориях. Теория всегда носит вторичный характер по отношению к практике. А там, где есть обратные примеры, ну это просто удачные совпадения, на мой взгляд, да, как минимум. Более того, я еще тесно, я еще вот так вот настоятельно замечу, что я радикально различаю с одной стороны, как бы, все наблюдения и факты, которые вот участвуют так или иначе в науке, в кавычках. Все наблюдения и факты, они могут помочь практике, это правда. Более того, я отделяю теорию от модели. То есть, да, теория это некоторое содержательное количество наших представлений, которые нам говорят, как оно на самом деле устроено. Шадов, можно ли сказать, что изобретение антибиотика, например, это прямой продукт науки, так и, блин, тоха-ха-ха, тоха-ха, вы же понимаете, что антибиотики вообще чувак просто изобрел, он, ну, типа, по случайному вообще обстоятельству. Чел просто в пробирке забыл какую-то хуйню и ушел, а потом такой пришел, о, у меня тут что-то получилось, он даже не планировал их изобрести. То есть, с антибиотиками там вообще очень интересная ситуация произошла. Так вот, смотрите, смотрите, да, я разделяю теорию как таковую, то есть, совокупность, совокупность, соответственно, наших представлений о том, как устроен мир, модель, которая может использоваться на практике, потому что модели теории, они обычно вместе рассматриваются, хотя их можно друг от друга разделить. Мы можем составлять модели, не составляя теорий, понимаете, в чем дело, да, соответственно. Ну и набор фактов тоже отдельно. Для практики нужно все, кроме теории. Вот, модель, модель поможет тоже, математическая, не математическая модель может помочь. Кое-что упростить, кое-что прояснить, соответственно, с точки зрения практики. Ну и все. В принципе, сами практики могут составлять модели и нахуй теоретиков послать. То есть, мне кажется, на таком фундаментальном уровне теории и практики не помогают, не являются необходимыми для создания практики, как минимум. Просто так получается, что в нашем обществе, ввиду определенных исторических обстоятельств, сформировались такие традиции, благодаря которым вот эти вот ученые-теоретики, они в том числе и модели составляют, получается. Хотя могли бы не составлять, кто-то другой мог бы их составлять, но составляют они. Ну и вот получается у нас такая мешанина теории, моделирования, там, учитывание разных фактов. Иногда факты новые получаются в эмпирическом опыте, но, в принципе, можно и вне науки эмпирический опыт всякий получать и производить. Так что, в целом, вот так вот говоря, если посмотреть на это все, тоже необходимо, не является необходимым свойством все вот это вот. Ну и очень важно еще раз заметить, что основная цель и задача теории это узнать, как оно все устроено на самом деле. Если какая-то теория не имеет практических следствий, насрать, просто насрать, просто 10 тысяч раз плевать, вообще без разницы, ну не имеет и не имеет. Если нам кажется, что мы здесь узнали какую-то абсолютную истину, все хорошо, все хорошо, все замечательно. Ну, ученые не расстраиваются в данный момент. Ой, ой, моя теория оказалась непрактичной, какой ужас, да нет, блядь, она если у тебя хорошо доказана, если ее никто опровергнуть не может, и если, более того, ее, там, не знаю, большая часть научного сообщества ее придерживается, да вообще заебись, какая разница, какая тебе разница? Ты не просто ученый, ты вершина научного сообщества в данном случае, ты на самом пике находишься, а то, что ты какой-нибудь там, не знаю, очередной, прикладной, там, шизик инженер, всем насрать на тебя, ты просто, ну, как бы кадр, кадр, просто, просто рандомный кадр, который там мимо проходит, и таких, как ты, миллион, соответственно. Которую потом можно выгодно продать, то тогда то, чем ты занимался, было наукой, да. Ретроспективно можно сказать, что вот эта хуйня, которой ты занимался, была наукой. Да, шизовое определение маргинала о том, что ретроспективно можешь что-то сказать. А вопрос, а вот алхимики, когда они на базе своих алхимических представлений создавали всякие, ну, в кавычках, на базе своих алхимических представлений, понятное дело, что это все работает немножко не так. Мы сначала собираем опыт, мы сначала собираем опыт, а потом, когда мы опыт этот самый собрали, мы, соответственно, ну, создаем теорию. Иногда могут быть какие-то следствия из этих представлений, мы можем создать алхимическую теорию, да. Ну, понятное дело, что алхимическая теория, она как-то предсказывала, ну, может быть, не грядущие факты, которые будут открыты в рамках химии, в кавычках, алхимия, да, но, по крайней мере, предсказывала взаимодействие между веществами. Получается, алхимики ученые тогда. Звучит не очень хорошо, на самом деле. Я не знаю. Технология, которая приносит деньги, еще важно. А что он имеет в виду по технологии? Таро является технологией, астрология является технологией, но деньги же они приносят, деньги они приносят. Людям кажется практичными. То есть, стоп, вот, вот, да, важно, чтобы что-то казалось людям практичным. Я не знаю, как определить, оно есть практичное или нет, оно не является практичным. Вот тарелка практичная или непрактичная, мне не очень известно. Микроволновка тоже непонятно. А, вот. Ну, так, фартамас. Проблема заключается в том, что алхимики создали огромное количество фундаментальных вещей, которые потом в итоге начали использовать сами химики. Ну, соответственно, получается, наверное, что и алхимия, это какая-то... Не алхимия, простите, астрология. Это такая технология, которая позволяет зарабатывать деньги с помощью некоторой практики. Ну да, есть некоторая практика астрологическая. Она позволяет зарабатывать деньги? Да, позволяет. Следовательно, наука... Или он по технологии что-то другое подразумевает? Ну, просто вот смотрите, есть психология, есть КПТ. Есть определенный набор таких интеллектуальных практик, которые, скорее всего, ложные, да, основываются на ложных основаниях, но при этом, ну, объясняют нормальную практику, допустим. Вопрос. Вопрос сразу следует, да? Чем от КПТ отличается астрология в данном случае? Ну, это же не технология, в смысле, вот там, селфи-палка, телефон, например, да, очевидно. КПТ это не такая вещь, это какой-то набор ментальных практик, которые человек должен пройти. То же самое с астрологией, это тоже набор ментальных практик, которые человек должен пройти. И то, и другое считается практичным, людьми, которые это используют, очевидно. Да, очевидно, очевидно. Вот. Именно то, ха-ха, именно, я про это и говорю. Так вот. Деньги зарабатывают, соответственно. Все, ученые, наверное, по маргиналу. Потом уже, чисто через контагиозную магию, все, что похоже на то, что соприкасалось, и через симпатическую магию, все, что похоже на то, чем ты тогда занимался, оно тоже... Ну, лучше бы определение технологии дал, потому что непонятно, что такое технология, потому что, ну, блядь... Ну, например, когда медик, вот, мерит вам пульс и потом делает, допустим, массаж сердца, соответственно. Это технология, в кавычках, или не технология? Просто вот мне интересно. Потому что, в принципе, в принципе, искусственный массаж сердца, это, как бы, полезная штука. Но технология или нет? Научивается. То есть, вот люди обнаружили какие-то свойства мозга, да? Как-то начали, там, прописывать всякие колеса психбальдным. Как-то... Так, стоп, колеса – это технология, получается. Колеса – это технология, выходит. Начали что-то лечить, связанное с мозгом. Окей. Ну, значит, психология тоже наука. Ну, в таком случае, астрология, может быть, внезапно окажется наукой. Более того, я серьёзно, у меня есть ещё одна небольшая проблематизация. Не всегда понятно, что конкретно практично и для кого практично. Понимаете, в чём дело? Ну, как минимум, может быть, относительно истины. Человек и не является мерилом всех вещей, потому что, может быть, есть одна единственная истина. Но человек является мерилом практики. Ну, например, если человеку абсолютно неинтересно исцелиться от того или иного заболевания, а его пичкают таблетками, это не практика для него, это антипрактика получится. Да, то есть, он... Его заставляют принимать те вещества, которые, конечно, имеют эффект, но при этом они для него не просто практичны, они для него, наоборот, вредны. Он получает противоположный результат относительно того, какого он хотел бы добиться. Вот. Практика... Человек есть мерилом практики и вообще никак иначе здесь быть не может. То есть, практика, она не объективна в этом плане. Ну, например, микрофон передо мной стоит, и если я не ставлю никакой цели разговаривать с вами по микрофону, если для меня это абсолютно не важно, он для меня абсолютно не практичен, он мне не нужен, этот самый микрофон. Он просто время у меня занимает. Он даже вреден, потому что я почему-то на него деньги потратил, купил, а его функции мне не нужны. То есть, я остался в убытке, получается. Человек является абсолютно мерилом практики в данном случае. И тогда получается, что астролог, который кажется практичным какому-то человеку, тоже ученый, да? И торолог тоже. Как так? Там же люди сидят в кресле и пиздят просто. А вот это тоже как-то связано. Ну, блядь, хохули нет. А, ну ладно. И все. Больше ничего в науке нет. Наука, она не про то, как на самом деле. Нет, наука это как раз про то, как на самом деле. Только, к сожалению, соответственно, не получается у нее этого достигнуть. Как на самом деле, это, блядь, Библия. Единственное, если что, естественно, на то. Проблема заключается в том, что просто преобладающее колоссальное количество ученых, они думают, что они рассуждают о том, что вот на самом деле. Найти какого-нибудь ученого нереалиста, это уже из разряда, ну не знаю, чего-то мега редкого. Это как найти неверующего, а хотя, блядь, нет, наверное, даже не так жестко. Найти неверующего, так скажем, батюшку легче. Пошло. То есть, принцессор пишет, таким образом какой-то войска занимается наукой. Хороший комментарий, да? Присципиально важно знать, вот как на самом деле. Это вот в как раз-таки мистических учениях. Да, охуенно, чел. Просто охуенно. Важно. Не, ну понимаете, то ха-ха, есть инструменталистическая трактовка в рамках философии науки. Маргинал, видимо, к чему-то такому клонит. Но то, что он конкретно сам говорит, ну не выдерживает никакой критики, да, в принципе, можем представить себе более-менее терпимую позицию инструменталиста в данном вопросе, но это не маргинал. Ука, она вообще не об этом. Она о том, чтобы получить теорию, на основе которой можно создать технологию. А зачем нам создавать теорию, на основе которой можно создать технологию, если мы можем сразу создавать технологию? Почему бы бездельников-теоретиков не отправить проводить эмпирические опыта? Ну да, то ха-ха, и поэтому мы можем плюс-минус скрыть. И потом ее продать. Что значит продать? Что значит, что технология-то окупается? Это значит, что она сама себя поддерживает. То есть в... Астрология норм поддерживает. Не капиталистическом, не индустриальном обществе. Эта технология сама себя поддерживает по-другому. Но на данный момент в мире победившего капитализма только технология, которая может сама продаваться, по сути дела, которую можно внедрить как инновация... Охо-хо, я с вами полностью согласен. Продавать. Да, аграрная партия, это скорее всего еще не закончилось. Такая технология имеет значение. И все. Лол. И здесь интересно сопоставление с верующим. Допустим, я являюсь шаманистом. Но я являюсь шаманистом не потому, что мне кто-то про это рассказал, а потому что это мой личный опыт, потому что я вступаю в контакт с духами, я что-то переживаю, я что-то осмысляю. То есть это мой личный опыт, причем каждодневный опыт, рациональный, эмпирический. Рационально я как-то это осмысляю, эмпирически я как-то что-то чувствую. А ты, атеист, прикрываешься чужими словами, которые могут быть ошибочными. Окей. Вот такой вот интересный парадокс. Это не значит, конечно, что... Вера основана на опытах атеизма чужих словах. Кек. ...то атеист тут же перестанет быть атеистом, или пойдет получать научную степень. Но тем не менее это заставит его задуматься, что его мировоззрение... Дудумайся, атеист. ...основано не на опытах, а на доверии к чужим словам. В отличие от мировоззрения любого верующего человека, который опирается в первую очередь на свой собственный опыт. Ну, здесь, как бы, у меня нет никаких проблем с этим умозаключением. Действительно верующий человек опирается на свой собственный опыт. С этим как раз нет никаких проблем. Тут проблема... Ну, проблема заключается в том, что чаще всего нет, блядь. Если бы верующий, в кавычках, человек опирался на свой собственный опыт, он бы не был верующим, он был бы каким-то стихийным... ...стихийным религиозником. Ну, вот совсем стихийным в смысле. То есть он бы вряд ли верил в какое-то православие, католичество. Категорически маловероятно, что он стал бы последователем вообще всего чего угодно, любой религии, которая существует. И это, если бы он был независим. Но, понятное дело, что каждый зависим. Проблема в том, что недостатки науки диагностированы просто по-идиотски совершенно. Кретинически, я бы скорее сказал. Ну, я бы заметил, что у маргинала, в кавычках, достоинства науки тоже абсолютно кретинически диагностированы. Вот такой вот простой совет вы можете применить в общении с атеистом. Если вы можете как-то дополнить это видео или что-то возразить, пишите в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. Так и атеист тоже. Нет, атеист как раз, если это атеист-наукавер, он опирается действительно на мнение Докинза о том, как устроен мир. Проблема заключается в том, что верующий тоже опирается на мнение какой-нибудь батюшки или Библии о том, как устроен мир. Нефартамас, атеист это не безбожие. Атеист, атеизм это отрицание существования Бога. Атеизм как безбожие это позже придуманный ебанутый термин, который использует просто шизо-наука-йобы, вот эти вот современные, для того, чтобы не защищать свою позицию. Всё. Трактовать атеизм как безбожие, ну, принято в сообществе людей, которые не хотят доказывать своё утверждение о том, что Бога нет. Всё. Как бы... В этом и весь диагноз заключается современного научного атеизма. То есть это малолетние сакуны обычно, которые хотят взять и, соответственно, переложить бремя доказательства на своих оппонентов. Вот в чём нюанс. Ну, то есть я-то в Бога не верю, видимо, тогда получается, я тоже должен быть согласен этому определению атеистом. Хотя я ничего общего с атеистами не имею, и мне на них похуй на самом деле. И так далее. Действительно так. Насколько полезно, занимаясь наукой, ставить сугубо прикладные цели? В математике много чего было открыто. Дело не в вставлении целей, а дело в том, что, ну, как бы у науки есть свой телос. Это телос, он вот в технологии. То есть это не то, что кто-то поставил цель, это то, что у науки просто как у вещи есть предназначение. Наука это не вещь долбоёб, это раз. Во-вторых, у науки нет такого предназначения, это два. Три. Огромное количество учёных ничего практичного не делали и не планируют даже. Как бы это три, блядь. Маргинал какую-то шизотеорию у себя в голове выдумал, и теперь её повторяют. Это четыре, соответственно. Поехали. То есть у любой вещи, которую создал человек, есть предназначение. Но человек в кавычках не создавал науку. Но наука это скорее ментальное наше обобщение какого-то исследовательского опыта разных людей. И мы даже не до конца много чего понимаем. Это предназначение является неотъемлемым свойством, необходимым условием для того, чтобы эта вещь была самой собой. То есть неотъемлемым свойством ножа является то, что нож должен резать. То есть это его нормативное свойство. Это просто факт, что ножом должен резать. Так, Фротамас, вы какую-то хуйню написали. Приставка А означает без, а не анти. То есть без бога, блядь. Без бога. То есть бога нет, блядь, буквально. Вот вы сейчас сказали, что бога нет. Я посмотрел название смешное. Это люди, которые верят в то, что в мире нету бога. То есть мир без бога существует, получается. Лол. Если ты ножом не режешь, а делаешь что-нибудь другое, то скорее всего ты просто по факту... Стоп, наверное, я вас неправильно понял. Вы сказали, атеизм это безбожие. Безбожие. Ладно, 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 я неправильно вас понял. Я просто подумал, вы внесли в смысл слова, что атеизм это... Отсутствие веры в бога, получается. Просто вот я против такого определения. Да, я, короче, вас не так понял, видимо. Ну, то есть для меня безбожие это то же самое, что и отсутствие бога. Да. Нет, это не может означать, что это просто похер на этот вопрос, Фротамас. Это уже ваши собственные догадки. На протяжении всего существования человечества, за исключением, наверное, последнего столетия, люди использовали термин атеизм исключительно в одном единственном смысле. То есть и применялся этот смысл к людям, которые отрицали существование бога. Есть антитеизм, и что? И что с того? И что с того, Фротамас? Да, только это появилось сравнительно недавно. Неправильно пользуешься ножом, либо это был не нож. Искусственный нож, например. Декоративный я имею в виду нож, это не нож. Так же и наука. У науки по факту есть Телос. Это не то, что наука ведет к технологии. Задается ученый такой целью или нет, это просто факт окружающего мира. Он как бы индифферентен по отношению к целям отдельно взятого ученого. Полезнее ли изначально задаваться прикладными целями? Не знаю, полезнее это или нет, но я ничего не говорил про то, чтобы задаваться прикладными целями. То есть никто ничего не задается, никто может ничем не задаваться, наука все равно есть. То есть это социальный процесс, он просто сам есть. Он поддерживается тем, что он создает технологии. Почему есть производство ножей? Производство ножей есть, потому что есть потребность в том, чтобы что-то резать. Таким образом нож производится где? На фабрике, он производится из чего? Из металла, в форме чего? В форме ножа, для чего? Чтобы резать вещи. Почему? В обществе есть потребность, у людей есть потребность резать какие-то штуки. Вот, то есть еду, бумагу и так далее. В зависимости от того, что этот нож должен резать, у него будет другая форма из-за этого. То есть нож для масла, нож для мяса и так далее. В конце концов нож для картона. Короче аналогия пошла, это аргументы как мы знаем. Также и более сложные конструкции вроде науки. В обществе есть потребность. Натюбал. В технологиях в целом. Технологии как таковой. Но технологию как таковую производит наука по сути. Не знаю, Натюбал, почему не могли. То есть наука производит технологию как таковую, а технология... Как наука производит технологию. Сам Эйнштейн лично своими ручками собирает технологию. Или как это работает? А она уже в себе включает разные технологии. Ну как бы и все. Ну с ножом мы закончили, здесь обсуждать нечего. Мы основные моменты в общем-то обсудили. Давай-давай-давай-давай. Что есть? Вне зависимости от того, что хочет отдельно взятый ученый. Ты же понимаешь, я же против роли личности в истории. Я не считаю, что один чувак может что-то взять, порешать и что-то поменяется в мире. Нет, это так не бывает. С таким же успехом есть и производство кадилов. Ну да, у церкви есть потребность в кадилах, есть производство кадилов. Что дальше? Ну значит наука есть по производству кадилов. Наука производит кадилов. При этом как бы технологии нет, есть каноны. Случится почему технологии нет, блядь, стоп. Нужно создать хуйню, которая будет там дымиться и так далее, так далее, так далее. Сосеблять технологии нет. Что за пиздёж? То есть маргинал в качестве в кавычках технологии приводил и более какие-то фантомные вещи. А тут оказывается дымящаяся вот эта вот ебала, которая размахивает, это оказывается не технология. С кадилами. То есть как совет порешал вселенский, так такие кадилы и есть. Так что это ну с таким же может быть успехом, но к науке не имеет никакого отношения. Почему у вещей, которые человек не создавал, нет цели? Нет, почему она у них должна быть, не понимаю. Мы, кстати, реально не уверены, что науку кто-то создал. Ну то есть, по-моему, просто получилось какое-то спонтанное академическое сообщество, а потом ну как-то очень сильно понадобилось какое-то слово, которое ну что-то вот здесь объяснит. И честно говоря, это слово стало словом наука, и к сожалению, мы не хотим объединять слово наука и академическая деятельность как таковые, потому что, ну, спасибо, коптильщик. У нас и без того есть словосочетание академической деятельности, зачем нам еще науку сюда какую-то припихивать. Да, поэтому очень часто мы стремимся как какое-то найти определение на этой самой науке. Как же дети, которые кухонными ножами в ножики играли, в черчение на земле? Ну, это неправильное использование ножа, нож от этого, между прочим, портится. Философия ножа. Чего нельзя осмотреть? Нож маргинала. Есть чайник Рассел и есть нож маргинала. Есть кастрюля с говном от Ежи, да. Хотя всю кухню собрали. Кадилы как технологии для богослужения. Совет решил, ну и что? Нет, рассмотреть можно что угодно и как угодно, но просто насколько это имеет смысл. Это как бы рассмотреть как технология. Какая же это технология, если это просто взял, порешал комитет, основываясь на древних писаниях? Стоп, а если комитет взял, порешал, какая теория у нас здесь справится? Из этой теории неожиданно какая-то практика следует, например, практика создания Кадил. Или, например, какой-нибудь коллайдер. Это не наука уже, получается? Никто, я не понимаю, вот в этом описании маргинала. По-моему, оно имеет слишком много белых пятен, так скажем. Да, и проблемных зон. Ну да ладно. Ну, то есть, если оно не выглядит как утка и не квакает как утка, то, наверное, это не утка, правильно? То есть, оно просто никак не похоже на технологию совершенно. То есть, где, значит, какая-то наука конкурентная, да, которая к этому привела бы, где еще что-нибудь? Сходств-то нету. То есть, ты просто сравнил две непохожие друг на друга. Сходств, блядь, нет, понимаете? Сходств нет. Сходств нет, ребят, запомните. Еще что-то же, как бы, не возбраняется, это можно просто о чем. Привет, эдакий чуток. Маргинал, маргиналу привели конкретное производство. Некоторого, в общем-то, рода. Маргинал говорит, что создать предмет, который вот так вот будет дымить, соответственно, в определенном, в общем-то, стиле, да, в определенном смысле, это не технология. То есть, предмет, который вот дымит в определенных, в общем-то, формациях. Это не технология, оказывается. Как быть, как быть, как быть? Вот, например, какая-то психология, вот почему-то это уже технология. Хотя непонятно, почему технология. А вот создать технологически реально вот эту вот дымилку, вот эту вот, да, с благовониями, это оказывается не технология. Хотя, по-моему, вот эта технология имеет больше общего... Ммм... Ну, мы уже давно его смотрели, тоха-ха-ха. Чё там? А чё, чё нам делать? Мы дохуя чё в маргинала смотрели. Вот, например, вот эту вот кодилы, для меня уже что-то в районе какой-нибудь там металлургии какой-нибудь, да, вот там, где технологии, инженерии даже отчасти. Простой, примитивный, простой и примитивный, но всё-таки там инженерия какая-то имеется. А, вот это прям почти в прямом смысле. Простая, но технология. Ммм, определение технологии. Не дам. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Из тех 100 рублей. Хэй, Писос, Майкл Хер. Я не дам тебе предельно технологии. Or am I... Ту-ту-ту. Спасибо за 100 рублей. Чмизумец Чмиль, 100 рублей. Мы в каком году сейчас? Атеисты против верующих, 2022-го. Ух, бля. Да, я тоже дико кринжую, но ничего не поделаешь. Просто, ну, люди, которые не застали, там, 2007-й хотя бы в интернете, они просто не понимают, насколько это всё схавано и высрано 500 тысяч раз, блядь. Есть масса организаций, которые выпускают спецификации, как по типу той, что выпустили стандарт Wi-Fi 6. Это не новая технология, просто организация решила, и так считается, будет лучше работать. Ну, технология не новая, но всё равно это технология, которая на основе каких-то научных теорий сделана. А если она не сделана на основе, в кавычках, научных теорий, что вообще значит делать что-то на основе научной теории? Что, как это вообще выглядит? По-моему, всё делается на основании имеющихся фактов и эмпирического опыта в данном случае, а не на основании теорий. Вы нихуя не сможете сделать на основании теории, блядь. Вот у вас есть какие-то представления о том, как мир устроен? И всё. И как из этого следует какая-то практика? Ну да ладно. Я не понимаю, зачем в залупу лезть и искать borderline cases? В чём смысл? Ну, зачем? Маргарита Орегонская, 100 рублей. Чмук. Нам некогда на пальцах объясняли так. В религии истина известна заранее и доказывается. В науке истина неизвестна и она ищется. А философия задаётся вопросом, что вообще есть понятие истины. Хуйня знак вопроса? Или для первокурсника, который даже по специальности не философ пойдёт? Ну, типа, как цитата Волка, наверное, пойдёт. Но это, конечно, хуёвое описание, то, чем занимаются вот эти три сферы деятельности. Ну, ещё более хуёвые маргиналы, лол. В религии истины известны заранее и доказывается. Ну, не обязательно доказывается, например. Да и вообще зависит от определения истинности. В науке истина неизвестна и она ищется. Да не ищется истина в науке. Лол. Прикиньте. То есть, это буквально надо подойти к любому биологу и спросить, чел, вот смотри, теория эволюции, она истинна или ложна? Вот, ну, или хотя бы вообще само представление об эволюции истинна или ложна? Он должен ответить. Оно не имеет никакого отношения к истинности или ложности, видимо. Тогда любой, любой из них должен это делать, потому что они же не ищут истину. Понимаете? Ищутся теории, которые объясняют феномены эмпирические. А на что претендуют эти теории? На истину. Они претендуют на то, что они истинны. Это их главное свойство. Ну да ладно. Если уж на то пошло. И даже в этом исключении-то дохуя так-то. Потому что наука, на самом деле, то, что я перед этим описал. Философия задается вопросом, что вообще есть понятие истины. Ну, наверное, не что есть понятие истины, а что есть истина. То, что есть понятие истины, это вопрос не про истину, а про понятие получается тогда. Привет, Сэрл Дио. Ну да, задается. Но это, мягко говоря, не единственный вопрос. Некоторые философы могут им вообще не заниматься. Правильно, согласен с маргиналом. Это верно. Цитата Волка, короче. Спасибо за 100 рублей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!